Чингис, который считает Синана ответственным за закрытие его бизнеса и плохие вещи, происходящие в его жизни, задерживает Зинеп, чтобы отомстить. Отсутствие Зинеп, укрывшийся дома, беспокоит Айсель. Наконец он звонит Генюлю. Генюл начинает беспокоиться о ситуации. Он также звонит Синану. Но Синан не знает, где находится Зинеп. Синан немедленно начинает искать Зинеп и сначала отправляется в шуле. Но он ничего не может найти. Пока все пытаются убедить друг друга в Зинеп, Джингис звонит Синану. Он говорит, что он с Зинеп. Синан очень зол. Он спрашивает, чего он хочет для Зинеп. Что касается Чингиза, то он ничего не хочет взамен Зинеп. Он просто хочет, чтобы с ними обоими случилось что-то плохое. Кахиди также сообщили, что Зинеп нет рядом. Всем грустно. Пока Синан работает с полицией, чтобы найти Зинеп, Генюль пытается найти что-нибудь для Белкис. Его вызывают для дачи показаний по поводу похищения в шуле. Таким образом, Турна тоже узнала о ситуации. Турна очень расстроена этой ситуацией и обращается за помощью к Кахидесу. Задержанная Зинеп слишком проницательна, чтобы легко сдаться Чингизу. Но со временем сопротивление Зинеп уменьшается, поскольку Джингиз оказывает на нее давление. Когда Зинеп узнает настоящую цель Джингиза, она начинает бояться. Цель Чингиза – покончить с собой на глазах у Зинеп, заставив Синана прийти. После этого он убьет Синана. Видя, насколько решителен Джингиз, Зинеп начинает пугаться еще больше. Кроме того, перед лицом красоты Зинеп-Чингиз обратился к разным тенденциям. Желая разозлить Синана, Джингиз отправляет Синану тревожную фотографию Зинеп. Синан сходит с ума, но он видит, что благодаря этой картине они смогут добраться до Чингиза. Синан также мобилизует полицию. В конце концов, телефон Джингиза удалось найти. Синан и полиция немедленно готовятся к операции. Как только Джингиз приблизился к Зинеп, они провели обыск по следу, идущему от телефона. Однако здесь Синана ждет неприятный сюрприз. Поймет ли Сарпа Мелисса? Хотя Сарпу не нравится, что именно Лейла организует его свадьбу. Лейла злится, когда узнает, что ее свадьбу будет вести мужчина, бросивший ее на свадьбе. Лейле становится настолько не по себе, что она хочет подать в отставку, но женщина ее даже не слушает. Затем он пытается связаться с ним, но тот ушел. Лейла сообщает родителям, что уйдет с работы и возглавит пекарню. Его отец очень счастлив. Может в сериалах «Хороший день» и «Плохой день», транслируемых на звездных экранах. Он видит хаос и хочет поговорить с Лейлой и успокоить ее, но ему это не удается. Сарп тоже хочет поговорить, но не может, потому что девушка злится. Он также встречается и разговаривает с Седой. В компанию приходит мать Сарпа Перихан. Джан очень старается не видеть Лейлу. Перихан, пришедшая навестить Аслы Хан, приглашает их к себе на ужин в тот же вечер. Хотя он готовит что-то из каждого региона, чтобы меню было разнообразным, на десерт он настаивает на выпечке лас. Она идет в пекарню Халила, не зная, что он отец Лейлы, потому что слышала, что это лучшая пекарня в Стамбуле. Брат Мелиссы понимает, что Арди нравится Лейла и говорит ему об этом. Чтобы привлечь Лейлу, он советует ей сохранить хорошие отношения с ее лучшей подругой Седой. Перихан, отец Мелиссы Бюлент, проникает в сознание своей девушки Есимин и предлагает ей родить ребенка. Есимин также рассказывает Бюленту. Мужчина в замешательстве телефон Сарпа весь день выключен. Она считает это работой, но Мелисса все еще задается вопросом. Ужин начинается в доме матери Перихана. Все там, Сарп немного опоздал. Во время трапезы между матерями происходят небольшие драки из-за свадебного меню. В тот момент, когда Мелисса почти видит фотографии себя и Лейлы в комнате Сарпа, приходит ее парень. Халил готовит выпечку на ужин. Сарп убегает в последний момент незамеченным. Сарп идет в дом Лейлы, чтобы поговорить с ней. Девушка думает, что он Адам, и поливает его мукой. Сарп заставляет его сесть в машину. Когда они спорят, Лейла уходит. Когда Сарп случайно ударил девушку, у него пошла кровь из колена. Берут ватную настойку йода и делают повязку. Он просит ее передать свадебную работу кому-нибудь другому. На следующий день, когда Аслы Хан нет в компании, Сарп, Мелисса и Лейла отправляются искать место для свадьбы. Мелиссе не нравится это место. Он случайно споткнулся на пятки и упал в бассейн. Сарп толкает Лейлу. Несмотря на то, что Лейла теряет кольцо, Сарп гарантирует, что оно будет найдено. Когда они идут в компанию, Сарп идет к госпоже Аслы Хан и говорит ей, что не хочет, чтобы Лейла проводила его свадьбу. Госпожа Аслы Хан предупреждает Лейлу. Лейла начинает спорить с Сарпом, который злится на него за то, что он жалуется на нее в комнате над его офисом. Поскольку Лейла весь день ничего не ела, у нее падает давление, и она теряет сознание. Сарп переносит ее на кровать рядом с собой. Пытаясь разбудить девочку, Мелисса зовет ее и приходит туда. Пути Лейлы и Сарпа пересекаются. Лейлу бросил мужчина, которого она любила пять лет назад в день свадьбы, не сказав ни слова. Сейчас он работает старшим менеджером в компании по организации свадеб. Ее начальник Аслы Хан доволен Лейлой и просит ее организовать свадьбу единственной дочери. Он говорит, что после этой свадьбы его мать заменит сына Арда, а Арду заменит Лейла. Лейла очень довольна этой акцией. Пока Сарп жил в Лондоне, он вернулся в Стамбул, чтобы жениться и стать владельцем отеля. Он делает романтическое предложение руки и сердца своей девушки Мелиссе в сопровождении единственного камня. Семьи празднуют приезд Сарпа. На следующий день Сарп идет на работу в отель, где работает Лейла. Тесть предлагает ему в будущем возглавить компанию, но детей он не хочет. Затем он играет матч со своей девушкой, братом и зятем. На следующий день Лейла идет в дом своего босса Аслы Хана и рассказывает своей дочери Мелиссе о свадьбе. Мать его дочери, Мирал, он насильно ведет ее в баню и тайно раскрывает. Он просит ее познакомиться с его другом детства Адамом, но девушка не хочет. На следующий день проходит встреча выпускников университета, где вместе учились Лейла и Сарп. Они встречаются там, Лейла не выдержала и ушла, но потом не смогла не попытаться найти его в отеле. Сарп нервничает, потому что Мелисса тоже здесь. Девушка просит объяснений, но мужчина не объясняет, говоря, что теперь все в прошлом. Сарп тоже расстроен, хотя девушке этого не показывает. Пока у нее проблемы с братом Джаном, девушка разговаривает со своей подругой Сидой, в которой видит сестру. Лейла опаздывает на работу, потому что пила всю ночь. Утром он встретит человека, за которого Мелисса выйдет замуж. Сарп и Лейла потрясены, когда встречаются на первой официальной свадебной встрече. Поймет ли Сарпа Мелисса, хотя Сарпу не нравится, что именно Лейла организует его свадьбу, Лейла злится, когда узнает, что ее свадьбу будет вести мужчина, бросивший ее на свадьбе. Лейле становится настолько не по себе, что она хочет подать в отставку, но женщина ее даже не слушает. Затем он пытается связаться с ним, но тот ушел. Лейла сообщает родителям, что уйдет с работы и возглавит пекарню. Его отец очень счастлив. Может, в сериалах «Хороший день» и «Плохой день», транслируемых на звездных экранах, он видит хаос и хочет поговорить с Лейлой и успокоить ее, но ему это не удается. Сарп тоже хочет поговорить, но не может, потому что девушка злится. Он также встречается и разговаривает с Седой.